В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! В эфире Народное Славянское Радио. В эфире Народное Славянское Радио. Технологическая часть тоже достаточно важная сфера нашего интереса. И я хочу представить сегодняшнего гостя Алексея Орлова, главного редактора Народного Славянского Радио, которое находится в Подмосковье, и которое на самом деле занимается точно такой же работой, как и мы с вами в программе «Информационная война». Здравствуйте, Алексей! Всем здравия! А рады вас видеть в эфире телерадиокомпании «Крым». Давайте поговорим, что такое Народное Славянское Радио, которое вы, я так понимаю, и создавали, которое вы ведете, вы являетесь ведущим, соведущим многих ваших программ. Что это за предприятие, продукт, средства массовой информации, и о его истории? Значит, ситуация такая. Нахожусь в Подмосковье я один. У нас есть группа единомышленников, которая, в принципе, и создавала это радио. И на меня были возложены функции главного редактора, были возложены функции ведущего живых эфиров, ну, естественно, и все, что из этого вытекает. Создавалось оно не сразу. До этого были другие проекты, тоже связанные с Народным Радио, если так можно сказать. Тоже проекты, связанные с исследованием нашего древнего наследия, нашего прошлого. Но вот в том виде, как оно появилось сейчас, Народное Славянское Радио, это примерно дни Майдана, когда у нас произошел такой поворот в уже современную нашу сторону бытия. И, в общем-то, можно считать, что примерно с тех дней можно считать, что появилось это радио, то есть день рождения. То есть я понимаю, что это случилось в феврале 2014 года. Примерно тогда же, когда у нас в Крыму начались эти события. Да, примерно так. То есть вот как-то совпало. Специально не подготавливали ничего, не было никакого сговора, просто так случилось. И, в общем-то, стал вопрос, продолжая мы в том же духе, как делали, что-то добавляем. До этого был другой проект, как я рассказываю. И мы решили, что да, что-то останется оттуда, но что-то мы возьмем новое. И новое – это было то, что, во-первых, программное обеспечение, серверное обеспечение и так далее. Это, само собой, техническое. Но мы посчитали, что надо все-таки подальше от каких-то политических направлений и поближе к нашей древности. Казалось бы, в общем-то, странно. Везде политика бушует, везде кипят в трасте, там что-то взрывается, где-то кого-то избирают, а мы, наоборот, уходим от этого и идем в сторону нашей древности. С чем это связано, если так подумать? Какую-то пользу может принести народу? Здесь все очень просто и на поверхности. Мы решили, что если просто заниматься политикой или если просто заниматься экономикой, это создавать дом без какого-то базиса. Любой дом на песке, в общем-то, может быть подмыт и разрушен, а нужен какой-то базис. Ну, для чего человеку жить счастливо, для чего человеку жить здоровым? Ну, просто так это, наверное, не совсем правильно, потому что можно здоровому человеку дать в руки топор, но без сознания он пойдет, например, кому-то голову рубить. И то же самое там связано с политикой, всеми другими. Необходимо понимать, для чего, для каких целей нужна политика, для каких целей необходим какой-то инструментарий и так далее. Естественно, что мы, когда стали изучать нашу древность, поняли, что жили-то наши предки несколько по другим, по конам, устоям, и пользовались теми заповедями, которыми сейчас бы, если пользовались мы, то было бы, в общем-то, все хорошо. Это скрыто в наших древних пластах, и, в общем-то, этому посвящена основная направленность нашего радио. Мы изучаем и доносим эту информацию до людей. Если люди будут понимать, кто они на земле, для чего они на земле, что необходимо делать на этой земле, то в этом случае они будут становиться хозяевами своей жизни, хозяевами своей земли. В этом случае будет получаться из полноценного человека, вокруг него будет получаться мини-общество, его семья тоже полноценная, где дети будут не брошены, где все будут здоровые, где будет понимание, как надо расти детей, воспитывать. Из здоровой семьи складывается здоровая община, из здоровой общины складывается здоровая весть, потом дальше держава, но когда сильная держава, то мне всем хорошо. Там, естественно, есть и купцы, и предприниматели, это никто не отвергает, там, естественно, есть и управление, которое строится по похожим несколько принципам, которые сейчас нам пытаются представить, но с определенными оговорками, дополнениями, то есть или вечевое, или весевое, или копное, или круговое право, кому как нравится, это отдельная вообще тема. И тогда получается, что и народ живет в достатке, есть то самоуправление, о котором сейчас говорят постоянно сверху, и в этом случае, в общем-то, все хорошо, держава крепкая, и никто не гнетается в этой державе, никто не плачется о том, что не дают развиться, и так далее, и тому подобное. То есть выгода всем, не только большинству, скажем так, вот если мы говорим про Россию, большинство все-таки это люди, относящиеся к русскому этносу, к русским людям, но и коренным народам, потому что известно, что в России всегда было стремление помочь не только себе, но и помочь другим людям. Известно, что Россия спасала от геноцида многие другие народы, Кавказа и не только Кавказа, и благодаря, в общем-то, России многие выжили. Вот это как раз и есть та черта характера, которая генетически заложена в нас. И если мы правильные основы накладываем, то в этом случае получается, вернее, на правильную основу накладываем все наше бытие, то в этом случае получается, что, в общем-то, всем хорошо, нет какого-то шовинизма, нет расизма, но при этом каждая нация, каждая народность получает необходимую информацию для самоопределения, самосохранения, и, в общем-то, никто не страдает. А русский народ является той основой, которая всегда была строящей, можно сказать, эту державу. Вот эти все вещи мы стали учитывать, и дальше уже стала развиваться наша радио как раз с учетом вот этих всех направлений. И, в общем-то, когда мы это все подготовили, стал вопрос, а какой лозунг, чем, как мы характеризуем? И на главной странице, какими словами характеризуем нашу деятельность? И на главной странице как раз можно прочитать, если кто-то войдет на Народное Славянское радио, slalomir.org, сайт, то прочтет, прям главная страница, это открытая площадка для общения и объединения всех здравомыслящих людей, предназначенная для поиска истины, осознания нашего прошлого и понимания, куда, зачем и как двигаться. Приглашаем к участию в радиоэфирах всех здравомыслящих людей, для которых слова «Русь, отчизна, наследие предков, здоровый образ жизни, правда и совесть не являются пустым звуком». На Народно-Славянском радио право высказывать свою точку зрения получают те люди, которым не безразлично прошлое, настоящее и будущее Руси, России и ее народа и народов. Очень круто. У меня сразу вопрос. Я сразу же понимаю, что вот когда вы коснулись темы шевинизма, экстремизма, то здесь, но мы с вами прекрасно понимаем, что история, например, других народов, ну, например, древних греков, древних римлян или там древних индусов, китайцев, она, в общем-то, даже в школьном курсе, она рассмотрена глубоко, а все, что касается русского народа, оно как бы в кавычках и на самом деле замалчивается. При этом есть определенное общественное мнение, подогреваемое разными силами, которое называется антирусский шовинизм. Ну, все, что направлено против русского шовинизма. Такое чувство, что люди есть в природе, которые боятся, если, например, русские просто начнут обсуждать свою историю, причем разную историю, писанную, не писанную и так далее. Мне кажется, очень важно вот именно вот этот посыл, который связан с тем, что поскольку, и, кстати, как не вспомнить, вот решение старейшин, одной из северокавказских республик, которые вынесли предложение признать русский народ государствообразующим и статистически, и исторически, и духовно. Вот в этом смысле. Как вы относитесь к тому, что историю России разные русские толкуют по-разному, и как вы сглаживаете конфликты, которые, безусловно, по умолчанию здесь возникают просто... Ну, есть некоторые люди, которые вот просто сразу же вам приклеят ярлык язычников и скажут, что мы даже слушать не будем. Здесь, наверное, надо начинать издалека. Во-первых, вся история, на мой взгляд, когда начинаем изучать ее не потому, что написано в учебниках, не потому, что где-то кто-то сказал, а из того, что было написано древними, вся история, оказывается, несколько не та, которая была на самом деле. Это несколько подправленное такое видение, подправленное видение, как бы хотелось кому-то. А кому-то это тем, кто сумел в конечном итоге взять власть в свои руки правдами и неправдами. Те, которые, как сейчас принято говорить, являются антихристами, те, которые, как сейчас принято говорить, являются человеконенавистниками, у которых задача порабощения других людей для того, чтобы получить как можно больше выгоды для себя. И поэтому создавались искусственные течения, теории по поводу разных стран и государств, превознося одни и опуская другие. Вот как раз в сторону опускания в странах, где находилась Россия, она пошла на опускание. И здесь хорошо потрудились во времена известные Миллер, Шлёцер, Байер и всякие там друзья, приехавшие сюда, которых считали академиками здесь, но которые там не совсем были академиками. также создавалась теория древних государств, где Россия якобы не имела никакого участия, или русские люди, или славяне не принимали участия, в том числе это и Греция, и Древний Рим, если там почитать, внимательно покопаться, те же самые этрусские, в общем-то, по просьбе латинов, как сейчас называют, латинян, они строили по своему принципу и подобию города, такие как Рим и много другое. Италия пропитана русскими словами, это можно посмотреть. Греция тоже не так однозначно, те постройки, которые сейчас разрушены, как-то стоит вопрос, ребята, если вы такие крутые, то почему тогда вы не восстановили те руины, которыми сейчас ходят туристы, и вы их всем показываете и говорите, что это ваши предки. То же самое касается Египта, то же самое касается и Древнего Китая и так далее и тому подобное. То есть, не все так однозначно, как нам это в школе, в институтах рассказывали и рассказывают еще, наверное, какое-то время будут рассказывать. Вот, это что касается древности. Что касается более современного, опять же, причем здесь язычники, причем здесь там кто-то еще. Слово язычник появилось, в общем-то, не так давно, если так рассматривать и привязываться к нему, наверное, если мы говорим про какую-то древность до определенных моментов, то в этом случае, наверное, нет смысла. У нас было строительство нашей державы строилось по тому, что люди ведали, кто они на земле. Они понимали, для чего они живут на земле. Они знали, как строить свою общину и так далее. То есть, себя люди, вот, просто так не называли язычниками, точно так же, как мы, общаясь друг с другом, не называем себя русскими. Грубо говоря, Вась, русский, скажи мне, пожалуйста, как ты живешь? Алексей русский, ты знаешь, мы живем вот так. Слышишь, русский, Вась, а вот мы так не говорим. Мы просто говорим Василий, мы просто говорим Алексей, Маша, Дуня и так далее. То есть, в древности себя между собой никогда не называли язычниками. Это было не нужно. И привязываться к этому слову, я думаю, сейчас, в общем-то, не надо. Поэтому, называть меня язычником, длинные, я считаю, что это не совсем правильно, потому что, ну, потому что неправильно. Меня можно назвать как угодно, это кому как нравится. Хоть, как говорится, котелком там назови, только в печку не ставь. Вот. Меня все-таки, я еще раз говорю, интересует наша древность. Так вот, что касается объединения. Да, течений сейчас и в России, и в других государствах очень много. И используют эти течения кому как не лень. Натравливают друг на друга. Например, там, вот если мы уже произнесли слово язычник, кто-то кричит, я язычник. Кто-то говорит, нет, я неоязычник, потому что язычство потеряло свою власть, оно было разрушено. Кто-то кричит, нет, я родновер. Кто-то кричит, я старовер. И так далее, там, подобное. То есть, такая каша-малаша тут получается, что мама дорогая. И что нас может всех объединить? Ну, во-первых, у большинства людей, которые себя так или иначе называют причастным к какому-то течению, все-таки есть единая основа. Это желание разобраться в своей древности. Как бы то ни было, вот это самое главное. Второе. Так или иначе, они себя позиционируют славянами. Или кто-то называется славяно-ариями. Здесь, опять же, можно в этих названиях покопаться, выяснять правильно, неправильно. Кто-то говорит славяно-русы. И так далее. Но суть в том, что у нас есть единое общее, древнее общее, великое общее, которое необходимо изучать, которое необходимо понимать, которое необходимо, даже, на мой взгляд, сейчас каким-то образом применять в жизни, брать все самое лучшее, что там было. Ведь если, опять же, возвращаемся к истории древности какой-то, ну, это вопрос, почему, правильно сказали, почему, например, про древний Китай, Грецию и что-то другое мы что-то знаем, а про наше не знаем? Почему оттуда мы пытаемся что-то взять, например, юриспруденцию взяли оттуда, какие-то там новшества, разработки взяли оттуда, якобы, и так далее? А почему мы не изучаем свою древность? Почему мы не изучаем в школе былины? Почему не изучаем древние предания? Сейчас открываются пласты еще более глубокие, где там много чего написано. Почему мы не применяем это в жизни, в жизнеустройстве нашего общества? Так вот, у нас это все было, на мой взгляд, и доказательств того множества. У нас все это существовало. И если мы сейчас будем брать оттуда что-то хорошее, то в этом случае ничего плохого из этого не получится. С точки зрения самоопределения, с точки зрения даже, может быть, гордости за своих древних предков, не придумывать ничего, как сейчас есть такая тенденция в некоторых странах, придумывать что-то. Нет, мы будем брать то, что и берем, то, что у нас было реально. И, на мой взгляд, это будет хорошо. Если будет, к примеру, деревня какая-то, или село, или городское поселение, жить трезво, где будут здоровые, крепкие дети, где люди будут пытаться что-то созидать, ну, какой в этом вред? Одна только польза. И государству от этого польза, и самим людям. Ведь сейчас многие говорят, вот у нас вымирает коренное население. Да, вымирает. Вот у нас сейчас вымирают там по несколько сот деревень в год, стираются с лица земли. Да, и это есть. Но вопрос, а вы-то что сделали? Вот не те, кто считает статистику, не те, кто сидит наверху. Там, понятно, тяжелая ситуация, спишем сейчас на это, на все, но сами-то люди. Где ваше самоосознание? Где ваше стремление жить полноценной жизнью? Вот когда человек начинает свою древность, он понимает, что что-то он, значит, делает не так, если это происходит. И не надо кого-то там винить, не надо искать марсиан, не надо искать каких-то там людей из-за границы, которые мешают. Суворов говорил, врагов не считают, врагов бьют. Вот это заповедь, которую он взял из древности нашей. Что их считать-то? Ну, разобрался ты, давай дальше разбираться. Лезть он к тебе, ну, дай ему по рогам дубины, как это делал Александр Невский. Очень, 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 очень интересно. У нас в Крыму на самом деле слова «русская весна» 2014 года это не пустой звук. Мы прекрасно понимаем, мы же немножко на отшибе стоим, да, при Черноморье, Украина, западный проект, униадский проект, да, мы видим своими глазами вот этот рост духа всей России, который произошел после Олимпиады. Мы не считаем, что мы первоисточник, мы считаем, что после Олимпиады это произошло. И благодаря Олимпиаде, собственно говоря, Крым и состоялся. То есть дух вырос у всех народов, живущих на территории России. Но, вы знаете, в 2014 год был очень напряженный, у нас тоже были скайп-включения, у меня было несколько казаков, которые были там в Краматорске, в Славянске, прямо в эфире. И мы с ними общались, и вы знаете, они рассказали впервые о таком понятии, как этический договор. Это я к вашим радиостанциям. То есть они говорят, что у них в подразделении, есть староверы, старообрядцы, православные христиане, ведисты, и между ними есть договор, что никто никому не навязывает свои верования, но все друг друга считают братьями только по признаку того, что они говорят на русском языке. И, соответственно, они поворачиваются друг к другу спиной, они друг к другу относятся как к членам семьи, а в бою это очень важно. И получается некая общность людей, которая построена не на признаках веры, а что-то более высокое, что-то этическое, что-то нравственное, что-то связанное по роду, русский, говорящий на русском языке, это все равно же связано с родом, они же не сами по себе появились, были отцы, деды, была история, был вот этот самый хронологический приоритет управления, как говорят, например, кобовцы, у которых достаточно грамотная терминология в этом смысле. Я хочу спросить, бывает ли у вас на эфирах староверы, старообрядцы, православные христиане, которые, ну, в принципе, принципы этического договора разделяют? У нас даже ни такого понятия этический договор нет, потому что сама канва, и описано то, что я вначале прочитал, это подразумевают. И если послушать наши эфиры, никогда у нас не было споров с христианами, с язычниками, с староверами, ведистами, родноверами, которые приходили и высказывали свою точку зрения, у нас есть незыблемое правило. Никогда никто за глаза ни о ком ничего плохого на радио, в эфире не говорит. То есть, есть человек, ты ему имеешь право это сказать, но никогда за глаза ты не имеешь право сказать что-либо плохое о нем. Это первое. То есть, даже когда у нас кто-то пытается в эфире сказать, а вот тот-то, тот-то, и сказал вот этот, стоп, сразу мы осекаем, говорим об этом человеке только в его присутствии. Это первое. Второе. Я уже сказал, что у нас бывают, вот сейчас об этом сказал, что у нас бывают различные люди, различные конфессии, верования, представлений. Меня это абсолютно не интересует. Меня интересует то, что говорит человек, как он живет, есть ли польза державности нашей, есть ли польза тем людям, которые населяют Россию и населяют славянские страны, то есть наш славянский мир или русский мир, те, которые говорят, вот есть ли для этого польза или нет. Если польза есть, если мы видим, что мозги пробуждаются у людей, если есть какой-то посыл для пробуждения, вот это тогда наш человек, и мы будем говорить об этом. У нас есть, еще раз говорю, разные люди, которые не придерживаются какой-то ведической культуры, древности нашей, но они просто хорошие люди. Они живут по совести, в ладу с природой. Они говорят правильные вещи, они призывают к правильным вещам, к правильному поведению. И это дорогого стоит. Это наши люди, наши люди, которые и по крови, то есть по роду мне близки. И почему я тогда должен делить, какой верой или какой религии ты придерживаешься. Ты живешь по совести, в ладу с природой? Наш человек. Если ты разрушаешь природу, разрушаешь совесть, разрушаешь себя, свою державу, в этом случае что-то с тобой происходит не так. Вот и все. Вот этот принцип простой. Поэтому какого-то договора, вот перед эфиром, мы ни с кем не договариваемся. Мы начинаем разговаривать, и я стараюсь как ведущий построить таким образом эфир, чтобы донести до людей не просто общие слова, а что-то важное. Человек пришел, он рассказывает не просто о звездах, а он рассказывает так, чтобы или включился разум, включилось здравомыслие, или дал какую-то практическую информацию для человека. Вот для этого радио и существует. Давайте поговорим о радио. На самом деле вот эту тему, которую вы затронули, она очень важна, во-первых, еще и потому, что многие народы, общины, живущие на планете, они более собраны, они более стянуты. У них такое чувство, что стяг над ними есть. Это, говорят, связано с тем, что на тысячу человек определенное количество духовников. А у нас, у русских, ну вот, как на Украине, три казака, три гетьмана, а, два казака, это три гетьмана, и мы не можем договориться, и как бы получаемся разрозненными, и вот в какой-то смысле ваше радио эту функцию, ну, каким-то образом решает. Давайте поговорим о том, кто вас слушает, какая аудитория, какие страны, какие темы. Начнем с стран. Специально вот буквально за пять минут до этого открыл страничку, где показывает какая-то статистика по вещанию, именно не посещение сайта, а именно вещание. Смотрю, значит, цифра 79 стран. Поскольку радио не является подмосковным или белорусским, или украинским, или как-то где-то еще там не находится, то в этом случае как раз это показатель того, где нас слушают, в каких странах. Это говорит о том, что интерес к нашей древности проявляется не только в тех странах, которые исконно себя считают славянскими, или русскоязычными, или близкими к русскому языку, но и других, потому что много переселенцев, мигрантов, иммигрантов и так далее. Первое место, естественно, где-то 70% постоянно удерживает Россия, Российская Федерация, по IP-адресам, если судить. Потом второе место держит это Украина, всегда однозначно. И вот, конечно, хотелось бы сказать, что третье место Беларусь занимает, но вот тут возникает удивительный такой феномен. Третье место Беларусь не занимает. Там, может быть, Чехия, Словакия, Германия, Франция, Италия, Испания, близкие к нам европейские страны. Потом, естественно, США там присутствуют. И где-то на 10-9 месте постоянно присутствует Израиль. Естественно, там процент очень маленький, но место 9-10 порой удивляет. Израиль вроде бы от славянского мира далек, но он предпочитает слушать наше радио постоянно. А вот Беларусь находится где-то так между пятым и вот Израилем. Так и двигается туда-сюда, то больше, то меньше. Вот. кого мы приглашаем, какие темы рассматриваем? Здоровье. Причем здоровье не просто так пришел доктор каких-то там наук около чего-то там, а тот, кто практикует, кто занимается исцелением, занимается профилактикой, у которого есть какие-то наработки, проверенные же по жизни. Вот. Это однозначно. То есть мы никогда не приглашаем теоретиков, которые нам расскажут о том, как бы хорошо было, если бы вы там приняли какую-то таблетку или сделали какое-то упражнение. Нет. Только тот, который проверил это в жизни, только тот, который это все дело практикует. Дальше. Обязательно это история наша древность, история других стран, может быть, которые так или иначе пересекают с нашей древности. Ну, опять же, я говорил, Древний Рим, Древняя Греция, сама Европа, прошу прощения, которые когда-то по-разному называли кто-то Виннейдой, Винеей, кто-то еще как-то, кто-то там. Много названий было, сейчас не будем губляться. Естественно, то, что с Востоком связано, с Ближним Востоком, который, опять же, говорят, это все было наше и раскопки показывают, да, очень много там славянского и в Паленом Стане, то есть в Палестине и в Перуновой Руси, как сейчас называется там Персия, вернее, сейчас раньше называлась Персия, тоже очень много что находится. Вот, дальше наука обязательно, причем наука как классическая, где о чем-то рассказывают таком, что связано с классической наукой и наука альтернативная. В частности, вот история, опять же, та, которая признана, бывает альтернативная история. Вот, техника, какие-то новшества, разработки тоже нас интересуют. Естественно, общинное и державное устройство, вот без этого мы никуда не денемся, потому что это основа бытия человека, если даже не будет какой-то технической базы, если даже человек не будет четко представлять какие-то научные открытия, но живет-то все равно в обществе, и вот это является основополагающим нашим таким фундаментом. Спасибо. Вот эти вот основные направления. Спасибо большое. Формат нашей программы, в общем-то, 25 минут, тема, конечно, космическая и колоссальная, о ней можно говорить часами, я предлагаю к этому разговору вернуться. На самом деле, большое вам спасибо, что вы нашли время принять участие в нашей программе, мы очень рады видеть вас в эфире телерадиокомпании Крым, нам исполнилось два года, ну, нашему предприятию. Ну, собственно говоря, вы наш сверстник, судя по событиям крымской или русской весны. Большое спасибо за эту интересную информацию, уважаемые телезрители, радиослушатели, способы, технические, вещания, никаким образом не связаны с информационным колпаком, который присутствует, например, над Украиной. Существуют определенные фильтры в интернете, не все сайты можно видеть, но, тем не менее, создание народных средств массовой информации, с точки зрения пропаганды, с точки зрения просвещения, с точки зрения просто рассказывания о том, как в хронологическом, в историческом аспекте жили русские люди 100, 200, 300, 400, 500, 800 лет назад. Это, безусловно, является одним из главнейших способов возвращения в русский мир стран, которые по тем или иным причинам откололись. В эфире была информационная война. У нас в гостях был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, которое базируется в Подмосковье, и которое занимается вот такой вот работой, которая по формату очень близка нашей передаче. Мы занимаемся работой с населением. Спасибо, Алексей, за участие в нашей программе. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Народное славянское радио. Все нужно. Все важно.